Сложная победа. Туран Таус играет в очень удобный футбол. И неважно, кто основной состав и основной состав. Много борьбы, много длинных передач. И хорошо действуют на стандартах. А поэтому одержать победу здесь очень сложно. Я рад, что мы смогли это сделать. И эти три очка очень важны для нас. Они очень важны для нас. то в Руси мы положим каванкашука, это как бы, как получилось все это просто так, или? Я думаю, да, случались. Нельзя это никак объяснить, я думаю, что просто не повезло сегодня, что он забыл. Я думаю, что Карабах снова терял очки, и как вы отцениваете свою работу? Я думаю только о Шамахе, и моя задача хорошо подготовить команду к каждой следующей игре. Где мы оказались? 28 мая мы видим. Я хочу сказать, что у Шамаха будет играть, и я хочу сказать, что Шамаха будет играть. А я хочу сказать, что у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что сегодня была очень сложная игра. Но после матча, после игры, ваши подписчики начали становиться. Это с чем было связано? С тем, кто мало получил игровую практику или не играл, не получает сейчас нагрузку. Я думаю, что это обычное явление для многих команд. Мы У нас очень много командов, которые послушали, комитеты. Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что это никак не связано с сегодняшним, давайте дальше. Привет, я вас. Есть молодые игроки, например, которым сейчас не очень много игровой опыта есть, но в следующем играх вы хотите им давать шансы, как в ниджа, и потом в серии. Это молодые игроки. Идет сейчас борьба за первую тройку и должны выходить на более сильнейшие. Кто выигрывает конкуренцию, тот должен выходить играть. Молодые хорошо тренируются, хорошо работают, и я надеюсь, что до конца чемпионата у тех футболистов, кого вы перечислили, будет шанс себя проявить. Но сегодня выходит тот, кто улучшит. И только один из самых хороших игроков. Но они, кто-то, мне дают, они подходят. Но они, конечно, специально подходят, как вы можете показать, чем они подходят. И они позволят, как вы можете показать. И потом, я думаю, что вы просто попробуем. после видеть паузу повернулся в состав команды прошу историческую победу он вышел как капитан на поле и сегодня даже его нет стоят с чем связь если помните был момент в первом тайме по моему мусай ему ударил бедро и у него там гематома и это было больно это было то место и меня ... ... ... Три команды остается, что они могут покидать Лигу. Три команды остаются, что они могут играть с 10 командами, или еще пусть команда снизу придет, потому что мы будем играть с 12 командами. Мне трудно ответить на этот вопрос, но я согласен, что в этом сезоне нет явного аутсайдера, кто бы заслужил вылететь. Все команды стараются, показывают хороший футбол, и даже последнее место может достать большие проблемы первому месту. Поэтому, наверное, чем больше команд, тем интереснее. Если будет 12 команд, я думаю, что будет чемпионат интереснее. Главное, чтобы качество команд, которые добавились, соответствовало уровню премьер-лиги. У меня есть 2 команды. У нас есть 2 команды, которые очень хороши, потому что если у нас есть 2 команды, то это будет очень важно. Но если у нас есть 6 команды, то есть, конечно, очень геркин, которые будут очень полезны. Безусловно, что они очень много проблем. В первом тайме мне кажется, что было много свистков и даже маленький контакт, арбитр свистел, а во втором тайме арбитр поднял планку жесткости и свисток стало меньше. Я за то, что было меньше свистков и уровень единоборств был выше, как в Европе. Мы видим, очень мало свистков и темпы игры будут выше. Но в целом я думаю, что арбитры отсудили, ничего нельзя сказать на хорошую работу. Продолжение следует...